привет всем в этом видео я хотел бы рассказать про свой самый самый первый комикс который нарисован от начала до конца рисунок мой сценарий моего лучшего друга так получилось что до днях он написал мне с просьбой ну отдать его подарить потому что он у меня лежит уже довольно давно без дела да я сам ему предлагал просто на память отдать вот и в этом видео давайте посмотрим что у нас получилось это наша первая совместная работа и вообще самая первая из всех совместных которые когда-либо дел то есть это можно сказать такой самое первое пробное перо то есть как видите хранится но в файликах такой папке формата 4 не знаю чем руководствовался когда выбрал такой формат это было очень давно на самом деле 2012 год такое же лето как сейчас жаркое тогда я еще не знал о форматах там 11 и 17 динамов как сейчас делают на западных комиксах не форматах банди сене французских комиксов тоже просто а4 вот что под руку попалась обычная чертежная бумага черные маркеры гелевая ручка карандаш вот но и тогда вообще даже не запаривался по материалам все что было под рукой просто была идея давай там нарисуем вместе комикс и ну попробуем хотя бы просто вот нас даже тут наша с ним логотип и это мой я еще тогда была матерка артографии то мой старый ник и логотип будет уже старый сейчас у меня уже этого не то отошел от всяких ников просто реально или это мой друг лось комикс у него фамилия лосев поэтому я не долго думая просто написал это вот этот лось это если кто помнит мультфильм был такой про маленькую мертвую девочку имя сейчас наверное не вспомню у нее в общем глаза еще разного цвета размеры точнее были сейчас уже не вспомню сейчас но в мультик довольно таки и готичный такой был и мне запомнился в одной серии вот этот лось он был очень страшно то есть так смотрел со стены вот комикс называется время такой готичный шрифт тоже вроде закус по тетрадь смерти был насколько я помню я очень кстати хорошо помню как я вырисовал в принципе даже как бегал за черными маркерами которые просто летели один за другим потому что ну заливок достаточно много было вот касательно темы самого комикса понятно что комикс будет про смерть на судя из названия и по мужику который на половину такой черепушка время и такая пафосная цитата как обычно как же без нее время подобно ребенку ведомому за руку смотрит назад не помню это вроде я тебя его добавил или так было по сценарию моего друга в общем не суть просто хотелось какую-то пафосную фразу там как обычно чтобы ну не было пустоты низ какой-то ну да ладно в общем такой мужик то есть по концепту друга черное пальто белая рубашка чем-то может напоминать жена константина рисовал я тогда скажу сразу плоховато мягко говоря то есть не анатомии ничего вообще просто из головы рисовал референсами особо не пользовался если только какие-то пейзажи там города ракурсы может вот но в основном то есть я старался все из головы как обычно и до сих пор я этому принципу следую по большей части это даже плохо потому что чтобы что-то нарисовать из головы нужно в нее что-то положите мне никак не отучиться от этого и конечно из этого страдаешь потому что требуешь от себя нарисовать из головы что-то не выходит злишься бросаешь не рисуешь долгое время оказалось бы возьми референс научись нарисуй в разных ракурсах и рисуешь спокойно но нет мы легких путей не ищем поэтому пытаемся через головы поэтому никогда так не делайте пользуйтесь референсами учитесь рисовываете попытайтесь понимать форму предмета как он работает в пространстве и так далее собственно вот обложка такая обложка кстати быстро придумалось не помню что в каких-то проблем с не испытывал так первые страницы напомню что рисуют по сценарию друга то есть все как бы особо строгим он не был трясу вот мужик туда-то идет кто-то делает то то есть так и рисовал вот как видно уровень рисования такой себе очень даже ну что получилось то получилось то есть по ногам наживили дошла то есть не понимание там анатомии ничего вообще вот такая проба первым какие хаотичные штрихи что мусор весь труба какая-то идет ну да здесь не помню вроде на джона константина чем-то похож ну пока не бери было какое-то вдохновение что ли хотя я тогда не считал ни одного комикса по джону константину так отдаленно в нем представлял по фильмам с киану ривзом вот мне очень нравится кстати вот эту вот сцену рисовать кафе то есть даже больше чем самого персонажа не знаю почему это да испытал трудности вот рисование чтобы глубина была вот хотя ее здесь по сути нет но мне казалось тогда это лучшим решением я точно помню что вот эта сцена на мосту у меня заняло очень много времени день или полтора то есть я делал то есть вот это все даже референс видеть использовал мне было трудно рисовать то что я тогда очень мало рисовал то есть я каком-то уровне там вообще речи не могло быть а редко туда рисовала очень по настроению очень как и сейчас одну здесь вот до поэту и что носа вообще никакой не надбровной другие нет ничего просто нихрича здесь как бы ну понятно в общем ноль знаний полностью может птичка неплохо получилось а здесь я помню я маркер кончался его дожимал до последнего вот это сцена наверно одна из моих любимых страниц здесь я помню нужно было показать что он идет и в витрин типа видны древние эпохи какие-то бойцы и рысари духи воинов то есть вот это тоже довольно зловеще получилось как у него поменялись глаза сразу вот я даже может быть хотел бы перерисовать именно эту страницу потому что я ее отчетливо вижу совсем по-другому то есть более такой эпичной но именно в таком концепте что вот витрина магазина он идет и там вот эти вот тени враждуют между собой или с ним я уже не помню посмотрю что было там здесь тоже почему такая горизонтальная ориентация я не помню почему именно так выбрал наверное из-за неопытности это помню было по референсу нарисовано женщину с ребенком тоже вот это вроде нью-йорк даже тоже глаза здесь такого черного цвета вот с этим тоже я помню возился то есть с перспективе из перспективы именно вот английски написано блин почему это америке что ли происходило я не помню сейчас это так давно было это были 12 лет назад было вот по перспективе даже у часы не знаю вот не постепенно должны управляться но здесь в принципе блин ладно не так все плохо может перспективы не на что-то новое да какое-то различие должно быть но я тогда об этом даже не думал то есть ну напомню уровень был нулевой вообще ну такой себе вот не скажу что прям нулевой я все-таки занимался какое-то время в художке но этого было так мало что по пальцам одной руки пересчитать можно но он приходит в госпиталь как видно да memorial regional госпиталь а тоже помню это поводился с перспективой особенно вот вглубь туда вот видно здесь тоже мне вот эта страница нравится потому что стоит врач перспективное сокращение туда вот чтобы ну ощущение пространства хоть какое-то но если я думаю хоть немного уж это тоже довольно мне кажется неплохая для того уровня страница тоже reference использовался он идет тут подходит уже до к палате какой-то судя по всему глаза обратно возвращаются в обычном состоянии причем здесь используются туши карандаш обычная графита почему это да не додумался как-то поинтереснее это сделать и за может а везда вроде даже интернета не было дома то есть только с телефона сидел что довольно забавно так ну здесь тоже 0 неплохая страница да я помню что вот эту руку я рисовал со своей руки за насколько она изменилась вроде такая же хода еще часы у меня тогда были дешевые помню и синим ремешком до сих пор помню вот ну здесь он пришел в палату да смотрит опять ощущение какой-то хоть черепа внутри просто какое-то бесформенное лицо ну да ладно лежит девочка под капельницей да судя по прямой линии умирает доктор такой грустный вот вроде тоже с референс его рисовал не помню здесь ну довольно такая трагичная сцена да то есть доктор складывать инструмент то есть руки опущены мужик стоит его и даже не замечают но он так и задумано было это вот у меня тоже много времени заняла эта сцена в палате чтобы все это вот правильно вот ощущение пространства создать хоть какое-то здесь тоже непонятно можно было как-то ее длиннее сделать потому что ну не хватает либо на маленькой либо ноги у него как-то сюда заварочную в общем как получилось за ту кардину вдаль не порисовал а вот это сама тоже мне нравится как вот ее передал вот мне кажется это одна из лучших со мной здесь как и вот нижняя тоже где принципе нравилось вот как эти вот силуэты рук получились да и вот эти панели как они идут здесь вот и вот здесь что на и протягивают руку как бы она видно приходит в себя якобы вот на самом деле это ее дух в себя приходит вот это тоже довольно неплохая страница почему-то я вот здесь вот не помню почему так сделать здесь более сделал жирную контуровку по сравнению с предыдущими страницами может быть у меня в 2 детей даже многие плохо получились и и как за руку но это же с референсами слов к помню вот это вот мне настроение нравится как получилось ее эмоциональное состояние то есть такое как бы безразличное что ли без настроения может с такой небольшой надеждой здесь как видно из-за времени либо муж маргер такой попался что вот пожелутение такое просочилось хотя это наверно именно на последних страницах почему-то она вылезла хотя предыдущие страницы рисовал ну точно такими же материалами ну то есть он уходит с ней с девочками оборачивается родители плачут она вот лежит то есть но можно понять что это ее там дух это мы какой-то астральное тело или что-то такое вот и вот они идут по коридору мне кажется коридор тоже довольно неплохо получился вот ощущение пространства перспективной вот несмотря на то что я тогда довольно плохо рисовал вот что что мне кажется перспектива у меня то не так плохо получилось все-таки ощущение кого-то пространство я смогу добиться несмотря на такой низкий уровень но люди рисовать себя тяжело это все скажут кто начинает особенно из тоже это желтое вылезло то есть помню что вот когда последнюю страницу я уже бегу в магазины чтобы за окончались маркеры на этих заливках то есть удалить или маркеры только в путь особенно вот здесь вот я не помню штуки 3 я вроде на это все слил они дешевые были конечно вот у нас не уходит в темноту куда-то есть появляются уже крылья ну это блин джон константин конечно ну отдает по крайней мере вот здесь можно камере не видно тоже по желтине есть небольшое и последняя сцена они уходят вдаль куда-то во тьму и в рай или в ад или в чистилище какое-нибудь да здесь конечно я маркеров много грохал вот и зачем-то добавил свой стали логотипчик вот и вот такой комикс получился весь формат полностью горизонтальный почему и так сделал и на может тогда мне на тот момент такое расположение листа больше нравилось хотя могла сделать и так вместилась бы больше панелей а тут прям ну все такое странное немного вот такой самый первый комикс получился это конечно довольно интересный опыт был рисовал его где-то за месяц то есть я дома сидел безвылазно туда и все что делать его рисовал конечно опыт ну любой опыт полезен вот и это наверное моя единственная работа вообще пол комиксом больше я комиксов не рисовал потому что это очень тяжело вот но сейчас я по крайней мере к этому стремлюсь хоть что-то начать тоже делать и чтобы получилась хорошая вещь и она понравилась людям но вам спасибо что смотрели